Сюжет в стиле андеграунд. Мы бродим по поляне, которая напоминает то ли место массового языческого жертвоприношения, то ли декорации кардхаус-фильму. В любом случае, классическими эти кадры не назовешь. Здесь и помойка, где рядом с бытовым мусором остатки шкур и головы овец. Далее большая поляна. Тут хаотично разбросанные, выбеленные временем, черепа крупного рогатого скота. Для полноты картины не хватает индейцев с мышлением неразвращенным цивилизацией. Совершенно случайно, в воскресенье, это было 18 число, пошли посмотреть, как разлилась половодие реки Ингады и обнаружили вот эту свалку бытовых отходов, в том числе несанкционированные, видимо, забив скота. Здесь есть и черепа, остатки шерсти. Там далее по дороге валяются кишки, и то бишь есть свежезабитый скот. Больше всего внимания, вводя несколько в ступор, привлекает целая груда черепов. Других костей рядом нет, только головы крупного рогатого скота, у которых рога покрашены красками разных цветов. Рядом валяются бирки с условными обозначениями. Значит, при желании можно установить хозяев. На одной из бирок можно увидеть дату – 2018 год. Чуть далее по дороге более свежие останки. Можно предположить, что кто-то пригонял сюда скот, забивал, тем более рядом на проселочной дороге следы шин большого грузовика. Возможно, ГАЗ-66. И место это не за 3-9 земель, а в Ингодинском районе Читы. Возможно ли, что в округе пропало несколько десятков голов скота, и никто не обнаружил этот гигантский разделочный стол. Можно предположить такую ситуацию. Если будут гулять дети непосредственно в близости от кооператива, и непосредственно приедут те же правонарушители, которые будут или забивать скот, или выкидывать останки этого скота, может сложиться чрезвычайная ситуация, где пострадают или свидетели, или дети. Сейчас Ларису Митяеву больше всего беспокоит, кто и когда уберет все это безобразие, пока здесь не развелись сатанисты. И журналистская удача. Рядом с поляной заблудился уазик с инженером экологического центра, который, как мы выяснили позже, две недели как вступил в должность. Олег Власов немного сбился с курса, поехал не по той дороге, что позволило нам задать вопросы, а ему испытать культурный шок при виде этого места массовой расправы. От него-то мы и узнали, что здесь природоохранная зона. Предположение от останков животных, что это может быть и какие должны быть действия? Ну, если бы, судя по всему, здесь выходит, что разделали тушь. Олег Власов объяснил, что необходимо это место зачистить, убрать останки животных и не только из эстетических соображений. Эти отходы, они могут принести, естественно, заражение, то есть заболевание, может быть, даже на животных, ящерам, инфекционными болезнями. Так что, естественно, на окружающие... Здесь и бирки валяются, то есть можно установить, кто владелец этого скота. Ну, это сельхозная намерение. Это опросы к следствиям. Регистрируют это все. То есть ветеринары, какие-то следствия. Куча у нас луж, которые обязаны этим заниматься. Да, смотрите, это же шкура. Да. Вот, увидим, баран. Загадок эта поляна оставляет немало. И кто будет их разгадывать? Полиция, природоохранная прокуратура, Россельхознадзор или администрация? Мы скоро узнаем. Тамара Ванфулия, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.